Настоящая презентация будет посвящена не проблемам, не проблемам, а проектирование антенн и свечей элементов, а именно для анализа целостности сигналов, сигнал интегрити. Я надеюсь, что это будет полезно для вас. Я начну с введения, что значит целостность сигнала и целостность питания. Сигнал интегрити и power интегрити. Я буду говорить о моделировании оборудований для таких задач. Рекомендуемые решения от ANSYS для таких задач. То есть решение ANSYS для задач целостности сигнала и питания. И закончу я презентацию показом небольшого примера. Итак, давайте начнем с интернетом. Введение. Какие имеются элементы или компоненты, которые являются основными объектами проектирования и анализа у инженеров по целостности сигнала. Сложные упаковки микросхем. Высокоскоростные коннекторы, соединители. Упаковки как непосредственно самой микросхемы, так и упаковки на платах. Например, модуль памяти DDR или PCI-Express. Шины высокоскоростной данной PCI-Express. Так как элементы работают на очень высоких частотах, они могут выступать как некоторые антенны. То есть эффекты излучения и наводок могут быть. То есть это, чтобы дать вам идею, что это для дизайнера для высокоскоростного дизайна, который должен получать с точки зрения сигнала. Например, для высокоскоростных элементов, такими как разъемы, потом микросхемы, очень чувствительны они к наводкам, взаимным искажениям. При распространении цифрового сигнала по таким сложным системам, это для высокоскоростного сигнала. И сигнал интегрития означает, что сигнал, начиная с одного интегрированного сигнала, скажем, например, один, должен быть один, когда он приезжает на другой интегрированного сигнала. Высокоскоростные цифровые сигналы приводят к взаимным наводкам друг на друга, на шинах данных, шинах питания. С учетом излучения и с учетом взаимных искажений, взаимных наводок необходимо пройдет комплексный анализ таких систем. Необходимо учитывать диэлектрические потери, взаимные искажения и наводки, разрывы в шинах питания и в шинах данных, учитывать переотражения и проводить анализ по целевому импедансу. Например, цифровые сигналы при распространении, особенно высокоскоростные сигналы, приводят к наводкам на шинах земли и шинах питания. Это возникают джиттеры, возникают перекрестные искажения, соответственно, изменяется профиль импеданса в широкой полосе частот, может возникнуть разрыв тока. Перекрестные искажения и задача электромонизместимости – это одна и та же постановка. Как вы можете видеть, например, здесь, шинах питания и шинах данных и шинах адреса в цифровых системах, они могут приводить к искажению, например, искажению изображения на современных HD устройствах. Поскольку работает устройство на высоких частотах, она может выступать как антенна. То есть возникают наводки также по эфиру. Проблема электромагнитной сместимости и электромагнитной помехозащищенности – это тоже проблема проектирования высокоскоростных устройств. При проектировании таких систем необходимо проверять на соответствие стандарту и на соответствие спецификации данного устройства. И инструменты, которые будут представлены, они как раз позволяют это сделать. На данном слайде показан схематически, что происходит, какой путь сигнал проходит от передатчика к приемнику. В данном случае от чипа на дочерной плате, через коннектор на материнской плате и обратно на дочернюю плату к приемнику. То есть это сложный путь цифрового сигнала, который, соответственно, может притеплевать искажения. Так. So, to illustrate this, you can see on the slide what would depend on the signal when you start from one IC to another. I will do it again. Он будет через коннекторы, дисконтинуты, вяз, трассы, и сигнал, который выглядит как так, в начале трассы, будет выглядеть как так, в конце. Это означает, что, смотря на диаграмму, вы можете evaluать качество трассы. Это показание цифрового сигнала от чипа приемника до микросхемы, которая является от чипа передатчика до чипа приемника. В данном случае анализируется поставщик сигнала цифрового при распространении его по системе дифференциально-разностной линии. Это два коннектора. Дальше идет неоднородный участок дифференциально-разностной линии, в том числе вио-переход. И это на многослойной печатной плате реализуется, соответственно, необходимо учитывать как дисперсионные характеристики, приводящие к размазыванию цифрового сигнала, так и к взаимным наводкам и искажениям. Это джиттеры, это всевозможный дребезг сигнала. Оценку этого искажения мы можем сделать с помощью инструмента глазкового диаграмма, или по-английски AI-диаграмма. ДругThanks, которая снизилась на дискотексе, как у нас МИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИНОЩИЕ. Другая института под самолы-магазинка-разностной линии, в том числе у нас есть трассы. Мы видим по суровым сигналом вленированиеowych и очевидях. that the coupling between distress may degrad the performance and what you see here is the power the power integrity where all this switching signal instead of a zero for example five volt we will have some noise coming from the the switching signal наводки возникают не только между шинами передачи данных но и наводки по ближней и по дальней зоне ну условно говоря то есть сигнальные линии дифференциально разносно наводит не только на соседнюю пару но и через одну также наводки возникают и на шину питания вот то есть возникает некий плавающий потенциал который приводит к неправильной работе устройства это своего рода звон на шинах питания и шинах земли соответственно вы понимаете я перевожу недословно а именно по тематике данной презентации вот если будут конкретные вопросы мы поможем с переводом со всем. что такое система питания и по? так как я говорю с этим电解 Power Distribution Network. Эта система питания включает многоуровневую систему. Питание на уровне чипа, когда необходимо учитывать распределение питания внутрь кристалла. Систему питания на уровне самой упаковки интегральной микросхемы. Эта интегральная микросхема может также быть многослойной. И система питания самой печатной платы, опять же тоже многослойной. Шины, плоскости питания и земли, они испытывают всевозможные наводки. И это приводит в конечном итоге к искажению работы, к неправильной работе устройства. В эту систему необходимо также включать при моделировании источник напряжения. Voltage это VRM элемент, который является непосредственно источником питания сложной системы. И если эта интегральная микросхема не работает, то интегральная микросхема не работает. Это просто так как это. И почему это важно? Что вы видите здесь, как работает электральная микросхема работает. Как работает электральная микросхема работает. И в том, что эти разные капacitor будут... ... 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 position of the capacitor, they will pull up some current at different frequencies. So what I want to show here is that if you just make an analysis of the power delivery network of the IC, you will take in account only some of the capacitor and only take in account very high frequency current. If you do the simulation of the package only, then you have, depending of the capacitor, you have high frequency current. And if you do the simulation of the power delivery network of the board itself, you will have low frequency. So this means that if you do not take in account all this together, you will not have the correct noise current generated. Here we go. This is the case of the crystal. So, the path of the crystal, which occurs when it comes to the power supply chain, from the power supply chain, from the power supply chain to the power supply chain, this is the path of the power supply chain, that is the inductive element. This is the inductive element. The inductive element is the inductive element. In this certificate of electron emission to its pulının system, to be Реактивность нейтрализуется путем введения дискретных компонентов, бескорпусных конденсаторов, операция называется декаплинг, настройка. Соответственно, весь путь тока от источника ВРМ до потребителя, чипа, моделируется, нужно непосредственно с учетом как печатной платы, так и упаковки, еще и чипа. И, соответственно, этот частотный диапазон довольно-таки широк, начиная от нуля и заканчивая самой высокой частотой, которая есть в устройстве. Корпуса. Корпусирование. Какие инструменты рекомендуется ANSYS для решения такой сложной задачи целостное испытание? Это инструменты для расчетов частотной области, стандартные инструменты для экстракции S-параметров. Ну, это ЧФС-Сио-В. Ну, например, сложные элементы, многослойные в печатной плате, это неоднородность. ВИО-переходы с элементами компенсации, это многослойные печатные платы, это элементы разъемов, коннекторы и часть упаковок интегральной микросхемы, наиболее ответственные за паразитные наводки и искажения. Это моделирование делается этих устройств частотной области. Но если это было до предыдущих лей-аута, то вы отраслиете комплексный борт, и вы будете использовать хибрид-солвер, потому что 3D FEM-2, seperti ЧФС-С, не Iloku. Вы будете использовать хибрид-солвер, чтобы осуществить эту комплексность. Поскольку многослойные устройства, многослойные элементы, печатные платы, упаковка в упаковке – это сложные устройства. Они высокоплотные, соответственно, повышается тепловыделение этих элементов, повышается требование к тепловому режиму этих устройств. А одновременно и усложняется электромагнитная обстановка внутри такого изделия. Для таких задач необходимо использовать гибридные решатели, гибридные солверы, которые анализируют как электромагнитную задачу, так и тепловую. Анализ частотной области не ограничивает моделирование. Необходимо еще выполнять моделирование во временной области. Поэтому инструменты здесь – это инструменты как по экстракции с параметров, так и по расчету искажения сигнала во временной области. Это анализ именно глазковых диаграмм. Средства, уже об этом говорили, это интерфейс программы Designer. Необходимо моделировать как несколько каналов, так и анализировать… Один из самых важных вещей, вы знаете, это сделать то, чтобы использовать с параметров моделем из-за того, как и М-симуляции, в транслянт анализе. Это одна из самых важных сил для нашего симулятора. Это что мы не знаем, что в данном современном режиме не очень хорошо делаем. И еще одна вещь, которая очень важна для тайм-доменов, может быть, вы не знакомы с этим, это сохранить пассивность и ценность модели. Это одна из главных достоинств связки HFS и дизайнера. И, наконец, чтобы добавить этот модел с симуляцией трансистор-левелой или IBIS-моделой, чтобы проверить перформансирование пасса. Усилители, транзистор, разных уровней модели и IBIS-модели, для описания цифровых сигналов. Это такой плот, который вы хотите посмотреть. И-диаграмм, который дает вам идею о перформансировании, о качестве канала. С-параметры, которые дадут вам информацию о системе длины. Или тайм-домен рефлектометрии. Плот, который дадут вам изменения изменений против локализации на пассе. В результате анализа можно оценивать такие параметры, как глазковая диаграмма для оценки искажения битовой последовательности, оценивать изменения целевого импеданса конкретных шин питания и земли, оценивать TDR-характеристики, то есть уже во временной области получать параметры системы. Какие есть инструменты ANSYS рекомендуемые для анализа такого оборудования? So, this is the virtual system prototyping that will allow you to analyze high-speed printed circuit board with the ANSYS solution. So, you need to get the layout of the board or the IC package. You also need to get, for example, connectors. You need to extract this connector with different solvers like HFSS, Sentinel, PSI, SI-Wave. You need to get the transistor-level information of the excitation for the system, and you need to combine all of these in the same simulation and to verify the compliance of the performance for different standards like PCIe, DDR3 with designer SI and some macro for the report. У проектировщика есть возможность взять готовые модели от поставщиков, vendor. Это поставщики VRM-моделей, IBIS-моделей, SPICE-моделей, устройств. Далее взять 3D-модели, которые сделаны средствами CAD либо E-CAD. Это модели печатных плат, коннекторов, упаковок. И импортировать средства. Средства это были уже названы CI-Wave и HFS для анализа в частотной области. А в системе дизайнер, дизайнер сигнал integrity, она сокращенно называется дизайнер SI, собрать всю эту схему воедино, задать источники, задать приемники и промоделировать частотные во временной области. На выходе получить так называемый user definition документ. То есть документы определяемые пользователем это некие стандартные выходные данные, которые пользователь считает необходимыми для оценки качества системы. Так что, например, один из тех, кто ансис, это с самым интерфейс, который является си-wave интерфейс, вы можете использовать различные solверы, зависит от того, что вы хотите решать. На данном слайде показаны три основных инструмента, которые рекомендуются для таких задач. Наиболее критичные элементы в 3D считаются средствами HFS. HFS for ECAD. HFS для ECAD-системами. То есть он интегрирован в ECAD-систему и позволяет посчитать своим собственным решателем частотной области на тетраэдральной сетке некий выбранный отдельный элемент упаковку либо часть упаковки. Он наиболее ресурсоемкий. Это самый жесткий режим, но, тем не менее, он самый точный. Второй элемент, второй инструмент это Sentinel PSI. Это инструмент, который принадлежал Apache специально для чипов, для упаковок интегральных микросхем, средствами Sentinel можно оценить S-параметры. Тоже анализ частотной области. Там гибридный решатель. Ну, а CiaWave, как уже было сказано, это полностью в 3D использование гибридного решателя тоже в частотной области для получения S-параметров. Соответственно, это менее жесткий режим и наиболее рекомендую. Что такое HFSS для ICAD? Я думаю, что Андрей показал вам brief overview of what it is. It's mainly to use HFSS from a different environment than the standard HFSS 3D. It's mainly using simulation where you have a stack-up definition associated with 2D drawing. HFSS для ICAD-систем это на самом деле использование HFSS из программ ICAD. Он интегрируется в систему Cadence, Virtuosa и прочее. И позволяет работать с их редактором слоев, использовать их базу данных, материалов. Ну, там можно сделать настройки, можно задать качество описания трассировок, задать заполнение упаковок интегральной микросхемы, настроить расчет в частотной области и выполнить моделирование непосредственно из-под оболочки Cadence, Mentor и прочих. В частности, прямой запуск HFSS возможен для Virtuosa, Allegra, APD и CIP. Это именно HFSS для ICAD-системы. На самом деле Solver это HFSS. Но его преимущество в том, что он редактор слоев, вот этот вот редактор слоев, не стековый, может обрабатывать и моделировать непосредственно на сами вот эти сложные системы. Okay, so with HFSS for ICAD, you can simulate, it's not only to have HFSS from a different environment, but also more automation и direct-link with Virtuoso или Allegra, keep some of the parametrization and directly import the layer stack up, the primitive and the full geometry in HFSS to get an accurate simulation. Ну а возможности HFSS было сказано, еще раз повторюсь, это возможность работы именно со слоями, но именно моделирование в 3D. Прямой импорт трехмерных, прямой импорт планарных структур в 3D, обработка веопереходов межслойных, ну и так далее. So I already introduced SI-WEV, but that's another slide that explains what SI-WEV is. It's an advanced simulation tool for signal integrity and power integrity. You can extract SYZ parameter, you can run some optimization for the decoupling capacitor scenario. You can look at you have an impedance calculator that allow you to identify impedance of the plane. You can do DC IR drop simulation. You have also EMI EMC capability. You can look at the far-field or near-field result. You can export S-parameter and both bond spice model. C-WEV обладает возможностью для расчета SYZ параметров частотной области для оценки резонансов между шинами питания земли либо шинами сигнальных слоев, оценки падения напряжения airdrop по постоянному току. возможно также подключение компонентов сторонних разработчиков интегральных микросхем, транзисторов, самих конденсаторов корпусных, бескорпусных, а также в C-WEV есть инструмент PI-адвизор для оптимизации конструкции по путем настройки расположения вот этих самых бескорпусных конденсаторов по критерию целевого импеданса. вот этот целевой импеданс тоже вычисляется в C-WEV. и дизайнер СИ для комбинации все компоненты вместе и использования в время и frequency симуляции это формат хпи, спектр и спектр рф вы имеете в линер циркульт и проверить и пассивы и causали и вы можете посмотреть на разные репорт как диаграмм, параметр файл, тайм домен результат и бит error и это включает различные советы времени и советы и советы как квикай или верифай и симуляция дизайнер SI это разновидность программы ансофт дизайнер он построен на спайс решателей для анализов частотной и во временной области у него есть возможность решения задач во времени для быстро переключающих процессов там используется алгоритм быстрой свертки поддержка IBIS-AMI модели для оценки качества сигнала и оценки искажения битовой последовательности используются диаграммы quick ivory глазковой диаграммы также дизайнер SI поддерживает спайс технологии из спектра спектр РФ и ИЧИ спайс то есть это возможность использования схемы в формате спайс моделей из сторонних программ дизайнер и он я и сигнал from the circuit simulation uses this true signal as the source of the radiation field. So you combine the electromagnetic simulation so here you have an SI waveboard, you run the simulation, the simulation will use the S-parameter for the SI waveboard and because the radiation field visualization is a post-processing once the simulation is done you can probe the signal use this signal as a source and look at the radiation field, whatever is near field or far field with the true signal. Так как это две разных программы, SI wave и дизайнер, но между ними есть возможность подключать модель, допустим, SI wave в дизайнер, мы моделируя в частотной области печатную плату подключаем ее в дизайнер дизайнер SI, подключаем на заданных портах источники сигнала и по команде PASH EXISTATION указываем возбуждение данной печатной платы заданным сигналом. Либо это сигнал решается в частотной области, либо временной. И каким образом распространяется сигнал в 3D на печатной плате, мы можем просмотреть непосредственно в SI wave в режиме реального времени при заданных источниках, которые описываются в дизайнере. Например, распространение это излучение печатной платы. И вот, мы можем посмотреть на пример. Это пример симуляция DDR2 памяти. Мы хотим посмотреть на коммуникацию между процессором и памяти. И мы хотим осуществить что сигнал пас будет хорошей качественно. например, моделирование модуля памяти DDR2 средствами указанными выше позволяет оценить как искажается сигнал при передаче от модуля памяти к интегральной микросхеме. So the main board is simulated with SI wave. The connector is simulated with HFSS. The PCB to coaxial connection is simulated with HFSS. The cable is using an analytical model from designer. The coaxial to PCB use HFSS. And the DUT board is using SI wave. Программа SI wave для анализа печатной платы. В HFSS считается разъем connector. Кабельная сборка в 2D считается средствами Q3D. Опять же разъем в HFSS и печатная плата в CWF. Все это собирается в единой схеме дизайнера, где к портам подключается IBIS-модели для оценки цифрового сигнала, либо источник битовой последовательности. дизайнера. И what you see here is the comparison between the simulation and measurement. So the measurement is in red and the simulation in grid. As you can see there is very good agreement between simulation and measurement. установив некую контрольную точку либо пробник в печатной плате либо на некой шине данных эту точку мы можем задать некий порт в системе CWF и в дизайнере подключить к ней пробник. Мы видим на данном слайде как распространяется цифровой сигнал DDR3 для разных частот 50 мегабит секунду 400 мегабит секунду и эксперимент. И эксперимент. The last and so just before to end this presentation I want to show you a nice video that will sorry that will illustrate what is EMI I think that this will really know you will say ok I know this I already experienced this this is EMI I want to show you one beautiful presentation which shows the ideology that the total signal with using this means this means this not no I think you have the so what we see here is a full car simulated in HFSS where you will have the radiation from a board that will interfere with radio and loudspeaker so here you have a signal which is sent which is like the signal from a song a true song from a radio and here you will have the excitation of the board which is in the car the PCB in the car and here you will have the result this comes from our channel partner in Brazil E SSS and it's because it will be mandatory in any car to put a locator you should put the next slide this presentation is presented by Brazilian company E3S E3S it is a model of a 3D there is a radio and an antenna which который наводит сигнал помех на систему звука, передачи звука от приемников до динамика. Решение этой задачи полностью сделано средствами Энсиса. Сама печатная плата в CiaWave в трехмерном виде считается корпус автомобиля с блоком приемника, с самого кабеля, и сигнал сам описывался непосредственно в программе дизайнер. Тут был пример, предыдущий слайд показывал порт, где задавался сам сигнал, сигнал именно звукового сопровождения. А на второй порт, который был сверху, задавался сигнал высокочастотной наводки. Субтитры создавал DimaTorzok